Друзья, рад видеть вас на очередной серии Собираю Друхарь. Напоминаю вам, что в прошлый раз мы наконец-то смочили ноги и поучаствовали в нашей первой битве, в которой некие недоброжелатели подставили нашу суккубочку, подсунув информацию, что вот там якобы отличные живые рабы, но когда суккубка привела на место, там оказались железные роботы с планеты Кулебяка, видимо. Почему Кулебяка там? Железяка была. Ладно, короче, нашей девочке было крайне не по себе. Она попыталась собраться, но эти сучки, так называемые ее подруженьки, которые вички топчут под ней землю, вылезли вперед, перебили всех характеров, забрали себе всю славу и такие типа, возможно, ты нам и не нужна. Мы сами себе суккубки, сейчас берем у тебя эту пикточеную и вот эту вот плеть драченую и будем всех мачить. И нашей суккубке пришлось сжать булки, наистерить на этих сучонок, показать им, где тут кто. А то знаете ли, похоже, что кого-то давно мордой об асфальт не терли. И вроде как девочки согласились, что все-таки борщинули и нужно вести себя потише. К тому же, вроде как, все обошлось более-менее нормально. Некрон положили обратно в гробницу и даже что-то полезное из этой битвы вытащили. Ну, понятно, наши девчонки там прокачались, теперь они охотницы за головами. У них там плюс 100 хит, плюс 100 вун, по-моему, против керакторов. Так еще и отжали один район в Камараге. И это малюсенький шаг для Камарага, но огромнейший для нашей суккубки, которая первые шаги свои делает к вершине. В общем, из неприятностей. Выкрутились, заработали сколько-то славы, сколько-то денег, и теперь нужно подумать о новом походе. Живых рабов-то так и не наловили, а как бы высшее начальство требует. Вот тут у тебя по накладной должны быть столько штабелей живых рабов. Где? Ну, наш суккубка чешет свою... Эм, у нее не бородатая. Надеюсь, что у нее не борода... Сука, я даже не хочу это себе представлять. Давайте договоримся о том, что она что-то себе волосатая там чешет и думает о том, как действовать дальше. Но тут есть один важный момент. Мы придумали себе свой хоум-рул для того, чтобы было еще интереснее. Само собой, после каждого тура будет расширяться лимит на росте. Но мы решили взять нефиксированное значение. Ну, по разным на самом деле причинам. Потому что нам нужно сбалансировать тех людей, у которых уже, в принципе, весь шкаф забит армией. Они просто будут на каждый новый тур брать миньки. С теми людьми, которые по ходу пьесы будут действительно собирать армию. Покупать наборы, красть миньки. И они должны успевать. Какой темп это должен быть? Сколько ПП в каждый тур прибавлять? Не очень понятно. Поэтому мы выбрали, как нам кажется, прикольное решение. Кидать после каждого тура до шестой. И вот это значение и прибавлять. При этом парни уговорили меня еще подстелить для тех, кто совсем может не успевать соломочку. И кидать через раз D6, D3, D6, D3. И, как вы понимаете, после первого тура мы кидаем D6. Ну, как вернее, мы. Я кидаю D6 в студию. Важный момент церемониального броска. Сколько добавочных очков в Powerpoint появится на следующем туре, на втором. Со мной продюсер, который следит. Привет, ребята! За тем, что все было в рамках правил. У меня есть D6. И сейчас мы попробуем изобразить на нем Никол. Очень хотелось бы. Мне тоже... У нас реролла нету, да? Мы с тобой двоем заинтересованы. Рерол пока еще не выпросили. Четыре! Это уже неплохо. Это в четыре раза больше, чем один. Да. Да, я так рад, что не выпала моя обычная единица. Потому что если бы был кол, был бы совсем грустно. Ну, по крайней мере, мне. Помните, я в каких-то прошлых выпусках то ли Фрэнка, то ли Друхари рассуждал, что, ну, где-то 5 ПП, наверное, мы прибавим. Как видите, приняли другое решение. Но я все-таки на 5 ПП примерно рассчитывал. Думал, что взять. И 4 ПП с одной стороны, это не 5 ПП, но с другой стороны, я играю за Друхарей. И тут совсем непонятно. Прошлый тур, если помните, я играл на 2 ПП меньше. Потому что на 2 ПП просто нечего было в ростер добавить, к сожалению. И сейчас получается у меня не 4 плюс ПП, а 6. Но вот проблема с Друхарями. У меня как бы нет шкафа с минками, и я могу только от того отталкиваться, что у меня есть. А что, собственно, у меня есть? Давайте напомним. Вот таков был наш ростер на прошлый тур. Сукубочка, 5 Вичек, их транспорт Веном, нанятые с Курджи и Равагер в качестве тяжелой поддержки. Также из миник у нас были 3 Ривера и остаток отряда Вичек для собирания полной десятки. Тут спешл вэпоны. Также у нас есть с барского плеча лилитка из коробки Питин Пейн. Правда, ну, наверное, стоит ее убрать, она нам вообще никак не пригодится. Ничего абсолютно не делает. Уходи куда-нибудь подальше. У нас есть в целом даже Архон. Но я даже не помню, с какой коробки мы его взяли, по-моему. Ну, что-то красили, короче, заодно его покрасили. Но он вообще сейчас нерелевантен. Абсолютно кабал мы, если будем собирать, то когда-то там. Хрен его знает. И как бы у нас сюда не влезли вот эти парни. И я че думал. Когда я размышлял о том, что, скорее всего, прибавится 5 ПП, то как раз ко мне в этот момент приехали вот эти вот замечательные парни. Инкубы. Инкубы это 4 ППшки. И 4 ППшки инкубы. 3 ППшки байки. Это как раз 7. Ну, типа у нас 23 ПП. 2 не хватает. Плюс 5 как раз 7. И мы уложимся. Возьмем этих парней и этих. Но, как видите, наш план пошел по бороде. Нам дали только 6 ПП. И они не укладываются никак абсолютно оба. Эх, подумал я вот прям так и подумал. Кого взять? Либо этих, либо этих. Ну, по сути. Да, у меня есть еще вариант, как бы, десятку вечей. Ну, перезакончать пятерку в десятку. Но, план глупый, потому что нет транспорта для них, только такой. А просто 10 тел по столу бегающие. Очень странный план какой-то. Так что, нет, от этого я отказался сразу. Стал размышлять, что можно сделать с этими. Ну, да, инкубы выглядят более логичным планом. Типа стоишь, ну, по максимуму покупаешь. Доступно тебе 6 очков. Ну, бери на 4. Но, во-первых, это нифига не ВИЧ-культ. Это тоже наемники. И, насколько я знаю, они что-то умеют. Их в паверной расписке берут. А это ВИЧ-культ. И их никуда не берут. Поэтому, естественно, вот эти вот парни, насколько бы они хороши не были, сразу пошли, мы с ними попрощались. И, собственно, я собирался играть вот так. Извините, вот это тоже надо убрать. Пятерку этих девчонок. Я собирался играть вот таким ростером. Тоже, как вы понимаете, опять же, меньше у меня было бы очков, если бы я стал играть. Это как бы, сколько, 23 плюс 3, соответственно, 26. При лимите в 29. Мне не хватало еще 3 очков. И десятку все еще я не хотел закачивать. Но! В последний момент мне буквально повезло. Потому что пришли, пришла еще одна пятерка девчонок. Блин, как ты задолбал своим носом. Уйди отсюда, пожалуйста. Еще одна, даже не пятерка, а десятка, на самом деле, пришла. И чулик. И это был, ну, бомжатский, но хороший вариант забить 3ПП. Почему? Потому что просто, типа, на домашнюю точку поставить, скорить этих, а с теми девчонками, спокойно, где они? Я их не вижу. Я их загородили. С теми девчонками вон там. Ехать с суккубкой на транспорте. Логичный план. Хоумскоринг, да? И, типа, а эти куда-то летят, убивают. И как раз получалось уже у меня в лимит 29 очков. Тютелька в тютельку. Причем все отряды максимально ВИЧ-культ, кроме вот этих вот наемников, да? Ну, и транспортов тоже, само собой. И вот если как-то покрасивее попытаться их расстать, то, наверное, будет вот так. Лилитка такая в углу стоит там. Симпатичные все-таки у меня. Подчиненные. Давай, везите новых рабов. А то в прошлый раз счет нихрена не привезли. Но, тем не менее, какой-то силы Друхари я не чувствую. По факту, по сравнению с прошлым ростером, мало чего поменялось. Ну, то есть, эти будут не отсвечивать, стоять где-то на точке. Просто они их забыли. Они нам как бы очки будут приносить, но в партии не участвовать. А эти, ну, скорее всего, камикадзе куда-то летят. Возможно, что-то сделают. Там стрельнут из Хитлэнса один раз. Вот Хитлэнс есть у одного парня. Может быть, граф талоном там Морталок накидают где-нибудь в ближний бой. Типа, подчарджатся на 4+. На тебе Морталку! А если шестерка выпадет, то вообще Д3. Такая жесть. После чего их закопает, естественно. Потому что 3 модельки в 4-й Тафне с двумя ранами, да. Ну, короче, вы поняли. Эти не жильцы. А так, по сравнению с прошлой партией, мало, на самом деле, что поменяется. И не скажешь, что тот же Ростер. Но по факту тот же. Но еще более иронично стало в тот момент, когда я узнал миссию на второй тур. Это Ассасинейт. И в ней, как возможно вы догадались, нет точек. Да, счет нашей суккубки как-то продолжает не вести. Она такая, «Ммм, надо бы добавить хоум-скоринга в Ростер». Жизнь такая, «Погоди, держи-ка мое пиво, вот тебе миссия без точек». Так мало того. Рассказываю вам, в чем суть миссии. Открываете 340-ю страницу Рулбука и видите, что у нас миссия не симметричная, во-первых. Кто-то дефендер, кто-то атакер. И на этот раз это не просто решает, кто там будет первым ходить, а решает, кто будет атаковать, а кто защищаться. Ничего себе! И... Ну-ка, ладно, вы поняли. Смотрите, короче, защищающийся игрок обязан расположить не далее 6 дюймов от центра свой диплой, а диплой у него побольше, своего варлорда. Причем он не может использовать какие-либо правила, чтобы куда-то его убрать. Он обязан начинать в этом кругу. И выигрывает он только в том случае, если его варлорд доживает до конца партии. А вот атакующий, как должно быть, вы уже догадались, должен этого варлорда убить. И, по сути, только так он может выиграть партию. Там есть зачем-то дополнительные очки за каждый ход, в котором вражеский варлорд потерял вунды, которого как раз нужно защищать. Но чтобы в ничью вытащить партию для атакующего, ему нужно каждый из пяти ходов наносить раны противнику, и таким образом 50-50 будет в конце партии. Но при этом, если защищающийся варлорд хотя бы один отряд убьет случайно, то уже будет 60 очков, потому что 10 очков за каждый уничтоженный отряд противника с защищающимся варлордом. При этом за убийство варлорда дают 40 очков. То есть, если защищающийся варлорд 4 юнита замочит вражеских, а потом его хлопнут, тоже ничья. Но в целом, как вы понимаете, это, конечно же, сценарии маловероятные. Просто либо убьют, либо нет. И когда я прочитал эту миссию, у меня было две мысли. Первое. Это действительно интересно. Это несимметричная миссия. И здесь будет важно от того, как, собственно, первый бросок, вот который обычно ничего не решает, кто там атакер, кто дефендер, тут по сути решает все. Потому что дефендер сразу остается в защитную позу, а атакер, ну, должен более активно играть. Ну, и он еще и решает, кто первый ходит. И я сразу стал проводить мысленные эксперименты, прикидывать так и так. И, блин, меня это захватило. Я понял, что в целом не совсем понимаю, за кого лучше играть, за атакеров или дефендеров. И я сразу стал проводить мысленные эксперименты, прикидывать, как играть атакером, как дефендером. Меня это захватило, и я прям жду, чтобы сыграть в эту миссию. Но, вторая моя мысль заключалась в том, что мой варлорд крайне мягкий. Ну, то есть, это маленькая, субтильная суккубочка. Все, что ее защищает, это четвертый инвуль. Ну, и прихлопнуть ее труда большого не составляет. Вот одно мое неправильное движение, и суккубочка моя сразу отправляется на покой. При этом, партия сразу же заканчивается. Ну, что в целом, на самом деле, логично, потому что защищающийся игрок никаким другим способом очки получить не может, кроме как через своего варлорда. Либо он кого-то мочит, либо он выживает только так. Ну, и как бы, чтобы мне жизнь совсем медом не казалась, мне дали оппонента, про которого после первого тура рассказывали, встретился с этими тысячниками. Ну, что сказать, приятный оппонент, протягивает руку, здравствуй, как тебя зовут? Эх, впрочем, не важно. Вот, держи тебе ведро марталок, спасибо, до свидания. В общем, да, на данный момент я уже знаю, кто оппонент в следующем туре, это тысячники с достаточно жестким ройстером. Это Exalted Sog, командир с плюс Тафной за прокачку, и у него еще выскочила крутая прокачка. Он может раз за игру сделать смайт не в ближайшего, а в кого хочет. И вы тут сразу понимаете, что что-то пошло не так, потому что если вы в принципе представляете, как тысячники играют, что они могут, то там есть как бы такой кульбит. Можно заказать себе смайт на 3 за ритуал, и можно еще за этот же ритуал добавить к тем марталкам, которые пришли, еще д3. И это естественно не в ближайшего, это в кого хочешь можно заказать. То есть моя суккубка будет стоять там за стеной из всех ВИЧ, какие только есть, но этот парень может такой типа эй, ты, в тебя три имморталки, а вот еще д3, и все, у нее всего лишь 5 ран, она не может никак от этого защититься, и с большим шансом просто один парень убивает мою суккубку, я ничего не могу с этим сделать. А там как бы помимо этого парня и другие есть, еще есть 40 в термо арморе, который тоже неприятный, есть 10 рубриков, которые, ну, если, например, я атакую, обложат вражеского варлорда, и как до него добраться, стрельбой, я их не сниму, их 10 штук, при этом у них и 5 инвул, и 2 раны, у меня там, ну, 4 выстрела из бластеров у курджей, это максимум моей стрельбы, ладно, еще 3 есть саравагера, но, как вы понимаете, это не та стрельба, которая просто берет и снимает этих парней, причем, они могут еще и восстанавливать, там, если на 9 плюс кастя, там, лечить вунды, или поднимать своих пацанов, вот такие правила есть, короче, до мякотки мне не добраться, и я как бы высунусь, потому что я только, по сути, через хтх могу что-то сделать с противником, начну его рубить, завязну в нем, а на следующий ход он просто марталками, мне все главное разберет, мою суккубку убьет, там останутся вички, они такие будут стоять, пытаться резать этих тычников, и просто под ударами прикладов помрут, ну, или раньше от марталок загнутся, короче, что-то как-то, блин, даже не знаю, а, ну, еще и 10 козлов там в ростере, на всякий случай тоже сообщаю об этом, в общем, это те ребята, против которых я вообще не имею никаких инструментов, я посмотрел у меня против магии, ну, там есть что-то у архона, по-моему, у кабалитов, а у вич, к вичке, короче, с магами никак не разбираются, никаких стратегем на отмену, ничего, то есть я остаюсь один на один против противника, и своего чуд-скила, мне как-то нужно будет поставить партию так, чтобы противник не мог вначале мне нанести какого-то дэмэджа, а он как бы не только марталками, но и вот эти болтеры тоже меня просто почикают, ну, у меня девчонки в третьем тофне с шестым инвульон, там болтер просто убивает всех кого угодно, а это 10 пацанов, там залп сносит отряд из пяти витчика, не вопрос, и потом как-то заставить его приблизиться, и одним ударом наскочить, и попытаться все убить, если я не добил, без разницы там сколько ран у кого осталось, маги просто меня и все, и при этом даже непонятно кем лучше играть, атакером или дефендером, потому что если я дефендер, то в целом просто любой оставшийся маг один на один с моей девчонкой может ее прибить, то есть она высунулась, попыталась кого-то там убить, не добила бам-бам-бам марталок, все, девчоночка отъехала, партия для меня закончена, а если я атакер, то как мне заставить подойти ко мне тысячников, а если я к ним буду пробираться, то естественно они просто издалека меня расстреляют и помашт ручкой. Ну и последнее бонусное нытье. Дело в том, что агенды ты должен выбирать до того, как определиться атакер или дефендер. И как вы понимаете, это очень два разных сценария игры, и от этого очень сильно бы зависели агенды, но нет, ты должен выбрать их заранее, при этом агенды на точке отпадают, потому что нет точек, нельзя даже взять какого-нибудь Сентинеля своему Равагеру, поставить его на точку и долбить издалека и попытаться получить в конце партии четыре очка. Ну, там, например, моя суккубка умирает, если я защищаюсь, партия заканчивается, но четыре очка у Равагера, на которого никто внимания не обращал, есть, но ты не можешь это взять, нет точек, ты не можешь взять какие-то агенды на присутствие себя в диплое противника, потому что в случае, если ты защищаешься, то диплой противника маленький, ты в него не суешься, ты защищаешься, партия заканчивается вот так, если ты атакующий, то в целом это хорошая миссия, огромный диплой, ты в него должен засунуться, но непонятно, атакер ты или дефендер, и даже миссии на экшены, там какой-нибудь, прости господи, поиск архиотеха тоже не подходит, потому что во время битвы тебе некогда будет делать эти экшены, а ты такой рассчитываешь, ну, после того, как я противника убью, я на свободные ходы, типа, поделаю эти экшены, получу очки, но нет, партия заканчивается сразу со смертью варлорда. Короче, по мне, возможно, не видно, но я в депрессии, и я очень надеюсь, что в этой непростой ситуации, в репорте, который выйдет на приемчике через две недели, вы будете болеть за меня, ну, или за моего прекрасного оппонента, если у вас какая-то протестная позиция. Также, я обязан вести вас в курс дела по поводу тех миник, которые у нас ожидаются в ближайшее время. Я проконсультировался с очередью покраса, и с самым первым номером, то есть с следующей миникой, там стоит рейдер. Как вы понимаете, я очень хочу попробовать 10 девчонок, чтобы все-таки они со своими спешилами бегали, но для этого нужен транспорт, транспорт, с который они влезут, а у нас как бы в рейдере вместимость на минуточку 11 миник, ну, то есть у спейс-маринов нихрена это не продумано, в римке всего 10 пацанов, и если туда хочет какой-то командир засунутся, то места ему нет. А вот в рейдере 10 вичек засовываешь, и командира сверху. Так что Друхари действительно чувствуется, что это древняя раса, которая хотя бы продумывала свой транспорт, а не печатает, что там, нашла какие-то с ШК, типа давай охерачим 10 мест, командиру придется пешком рядом идти, ну, а как бы остальное это техноересь. Потом идут две модельки, которые я, наверное, пока не буду раскрывать, это такой сюжетный твист и который, надеюсь, вас развлекет. Поэтому не буду пока с этим спешить, вот они мне придут, и я продумаю, как так все поставить, чтобы и вам, и мне было интересно. Ну, и третьим номером там второй Веном, потому что очевидно, что всему вот этому нужен транспорт. И если у нас будут девчонки, там будут инкубы, опять же, то вот 10 вичек едут на рейдере, 5 вичек и 5 инкубов на Веномах. Все это пытается куда-то прилететь, кого-нибудь, схватить, кстати, Веном тоже, 6 мест, не 5, 6, подумайте об этом, слышь, там механикус, как-то надо уже соображать, браться за дело. А вот дальше я пока не загадывал, там, в принципе, есть какие-то еще кабалиты из старых коробок, ну, типа патруль, опять же, мы давали художнику, что-то он оттуда вынул, что-то нет. Там есть еще скурджи, насколько я помню, причем мы их будем делать с альтернативными крыльями, но все это, я думаю, в долгий ящик в любом случае сунется, потому что, в принципе, еще и параллельно я сам делаю контент, Миньки, все это в работе, поэтому эти серии будут позже, но давайте небольшое превью. Во-первых, я все-таки не удержался и начал собирать Войт Бомбер, ну, как бы, да, он нам пригодится еще хрен знает когда, на каком этапе, сейчас, конечно, это не пришей козе баян, но я надеюсь, вы внимательно следите за этой рубрикой и помните, что Войт Бомбер чуть ли не любимая моя Минька у Друхари, когда я делал тогда онбокс очень давно, я прямо сказал, блин, мне очень нравится этот дизайн, возможно, именно Войт Бомбер подтолкнул меня к сбору Друхари, ну, по крайней мере, был каким-то кирпичиком в этом деле, но тоже, блин, когда его на покраску отдавать, непонятно, то есть, та часть, где я с ним божусь, она уже отснята, но нам нужна готовая Минька, но сейчас в приоритете несколько другие миниатюры, поэтому хрен знает, когда будет на самом деле, и вот здесь я еще вам хочу кое-что показать, на 20 тысяч закупился ради конверсии, я как бы думал, что Друхари начну собирать, ну, по классике, просто сначала нужно достать миниатюры, какие есть у Друхари, их использовать, и до конверсии я хрен знает, когда дойду, и вообще, вроде Друхари не про конверсии, но, видимо, я это я, потому что, ну, чуть мысль у меня дальше пошла, я понял, какой отряд я хочу сделать, и понял, что хочу его конверсить, причем, у нас есть интересные варианты для того, чтобы, ну, это просто для того, чтобы битсы отсюда брать, короче, ладно, я вам так расскажу, как это было, собственно, в магазине, когда я туда приехал, я подошел к стенду 40К, и там просто ничегошеньки нет, вообще ноль интересных коробок, ну, вот эти вот лежат, но и Вички, и инкубы у меня есть, причем, инкубов брать в таком виде, наверное, бессмысленно, лучше просто в патруле, а не, даже старт, нет, в какой коробке, по-моему, в патруле, они есть, вот, лучше так взять, чем вот так вот, в общем, какой-то швах, однако, у меня за спиной, ну, не сейчас, а там, в магазине, был стенд сооса, я как бы разворачиваюсь, и начинаю смотреть, ага, что есть, вижу, Мэггаткин оф Нургл, и про эту коробку будет отдельное видео, собираю наших дев-гвардейцев, однако, я увидел замечательных депкинов, и я, в целом, уже на сайте смотрел, что из них можно сделать, мне кажется, интересные конверсии для ВИЧ, и для Инкуба, в том числе, потому что здесь есть женские тела, есть мужские, и как-то так классно сложилось, что в магазине тогда были обе коробки, которые, ну, вернее, вот эти вот, Ривер, и, не знаю, как называется, но они в состав старт-коллектина входили, получилось, что оба отряда я себе смог тогда приобрести, тогда я на БИЦ взял эти обе коробки, потому что и ВИЧ, и Инкуба мне понадобятся, чтобы из этих парней и девчонок сделать парней и девчонок для своего стола, и, возможно, даже вот этих вот парней на глистах, из них можно сделать каких-то странных риверов, или, вот, как там, короче, погонщик бестов, не знаю, посмотрим, может быть, применю, может быть, нет, но в любом случае я такой, типа, схватил эти коробки, схватил эти коробки, и даже подхватил Хи-не-раи, очевидно, ну, смотришь просто на крылья, понимаешь, конверсия кого, будет сделана из этих замечательных девчонок, и мне, в принципе, все, конечно, говорят, что Daughters of Cain это отличный вариант для твоего ВИЧ-культа, делать какие-то конверсии, но я на них смотрю, во-первых, там очень мало девчонок, и этих девчонок, они, во-первых, уже использованы, я два раза, во-первых, сказал, во-вторых, ну, просто очень много, даже Михаил уже их использовал, вот эти вот, которые бегут так-сяк, там, и они, в-третьих, мне не очень нравятся, на самом деле, мне хотелось чего-то небанального, и вот таких девчонок, я что-то, ну, по крайней мере, в ближайшем окружении не видел, чтобы использовали, поэтому я взял таких, а вот для ВИЧ-ек у меня есть другие коробки, и почему я хочу, чтобы они отличались, в какой-то момент моя суккуба, она перейдет, естественно, в, как она называется, мастер суккубу, и я смогу себе в ростер добавить Блад Брайдов, и я не хочу, чтобы это были такие же просто свички, как и все остальные, я хочу, чтобы сразу было видно, что они отличались, и мне кажется, вот эти наборы прям отлично для этого подходят, но, как видите, я пока даже ничего не делал, за это не брался, потому что, блин, надо суккубку прокачать до второго, по-моему, уровня, чтобы ее апгрейднуть, и только после этого можно будет добавлять этих девчонок, ну, и сначала я все-таки взялся за коробку Мэггат Кин оф Нургл, там практически, ну, я модельки уже сделал, отдал на покрас, так что серии скоро будут готовы, ну, у Девгарда там запас серий-то не остался, я практически не играю сейчас на камеру, только вот почему-то конверсии делаю, и я потратил несколько недель, делая минки для Девгарда, так что это на очереди, а на этой неделе я как бы снимаю всякое, вот, репортики будем записывать, вот это видео, и так далее, немножко отдохну, потому что здесь прям все было разложено, заложено минками, я там сидел, клеил, на каких-то видосах это будет сильно видно, потому что я просто вот сюда все сметал, они здесь стоят, и прям видно, что можно увеличить, посмотреть, что именно я там делал, так что планов на самом деле для рубрики громадье на кучу серий, и параллельно все это будет идти рядышком с Крюсейдом, в следующей серии, напоминаю, будет партия против этих жестких тычников через две недели, приходите со своими помпончиками, там с трубками всякими кричащими, шарфы, можно сделать Дениска, вперед, и так далее, ну или Мишка, Мишка будет мой оппонент, но не наш этот Михаил, который из Майами Бича не выезжает, а другой, нормальный Михаил, в общем, буду ждать вас через две недели на том же месте, берегите себя и своих немытых женщин. Ты мать поставил и подышишь.